Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что силовики ведут наблюдения за ее семьей, очевидно, по указанию партии социалистов, которую возглавляет экс-президент Игорь Дадон. Об этом она рассказала в эфире программы «Политика». У нас еще есть люди, которые работают в системе и делают ужасные вещи. Если говорить о Министерстве внутренних дел, глава МВД дал указание следить за моей семьей. Он не может следить за мной, потому что у меня есть госохрана, но может заняться моей семьей. Это злоупотребление, но это происходит, заявила Санду. По ее словам, наблюдение происходит как минимум уже несколько недель. Она добавила, что считает причиной этой просьбы социалистов. «Это происходит не только со мной, но и с другими людьми, которые не входят в партию социалистов. Моя задача – очистить институты. Но для этого необходим честный парламент», сказала Майя Санду. Она добавила, что не будет подавать жалобу на исполняющего обязанности главы МВД. Игорь Дадона проверк, что давал указание главе МВД следить за членами семьи Майи Санду, сообщает ТВ-8. «Я не понимаю, почему она меня обвиняет, какое отношение я могу к этому иметь. Я убежден, что никаких попыток слежки нет. У меня два предположения, почему это происходит. Первое, что она во время кампании хочет выставить себя жертвой, как делала и раньше, или что у нее параноидальное состояние. Думаю, это и первое, и второе. Способ привлечь внимание к себе во время избирательной кампании», – добавил Дадон. Как известно, досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля. Президент Майи Санду 28 апреля подписала указ о распуске парламента и назначении досрочных выборов после того, как Конституционный суд признал неконституционным ведение чрезвычайного положения в Молдове. Опросы показывают, что партия Санду имеет шансы выиграть выборы в случае их проведения. Отметим, что в Молдове заявили, что на предстоящих парламентских выборах увеличат количество заграничных избирательных участков. Это означает упрощение возможности голосования для молдавской диаспоры, где Майя Санду и ее политсила имеют высокую поддержку. Глава МИД Аурелио Чокой, который также временно исполняет обязанности премьера, заявил, что ведомство учло высокую явку молдавской диаспоры на президентских выборах 2020 года и увеличит количество участков за рубежом. Но отметим, что участков точно не будет меньше, чем на парламентских выборах. А также Центр избиркому предложили вдвое увеличить количество участков в тех населенных пунктах, где на президентских выборах пришли голосовать более 5000 граждан Молдовы. Приходилось продлевать время работы участков и не хватало бюллетеней. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт. Странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки в описании.